Всем привет! Совместно с ArtMarker мы решили разобраться, какая бумага больше подойдет для скетчинга маркерами. И для этого сегодня мы с вами протестируем 7 видов бумаги различной плотности, и в конце видео сделаем выводы, какую лучше брать, а мимо какой в данном направлении рисования лучше пройти мимо. Также рисовать мы будем сегодня маркеры 4 брендов, которые можно приобрести тоже на сайте ArtMarker. Итак, первый скетчбук, который мы протестируем, как заявляет производитель, идет специально для маркеров и графики. 160 грамм плотность бумаги. Такой скетчбук на сайте производителя вы можете купить за 300 рублей. Это белоснежная бумага, односторонняя, поэтому для того, чтобы не испачкать следующий лист, обязательно ложите подложку. И начнем тестирование с рисования ягод. У нас сегодня это будут черника. Рисовать мы будем разными брендами маркеров. Делаем эскиз наших четырех ягодок, потом послабляем ластиком либо клячкой поверх грифеля и берем первый, испытуемый наш бренд маркеров это скетчмаркерс. Уже при первой заливке видно, что немного подтекает цвет, но это ничего страшного. Во многих брендах бумаги цвет немножко заходит за контур, если вы рисуете в технике реализм, поэтому всегда нужно контролировать подачу чернила. На оборотную сторону цвет проходит, поэтому хорошо, что мы подложили под ложечку. Наметив себе предварительно с левой стороны свет, с правой стороны значит у нас будет тень. Продолжаем набирать цвет нашей ягодки. Следующий маркер, который мы возьмем для тестирования, это маркеры санет. Серия blue grey санет отлично подойдет для рисования ягодок. Берем 4 оттенка это blue grey 1, 3, 5 и 7 и по очереди начинаем уже лепить объем. Сначала берем самый светлый, делаем заливку, ну а далее уже как предыдущие ягодки начинаем делать где-то какие-то, показываем точечки, где-то тень и не забываем, что если ягодки лежат друг дружке рядом, то обязательно между ними будет теневая часть. Главное знать правило, чем больше деталей вы сделаете на объекте, тем интереснее в итоге он будет смотреться. Третий бренд маркеров, который мы протестируем на данной бумаге, это маркеры копик. У меня оказалось 3 оттенка маркеров, которые нам как раз прекрасно подходят для ягодок. Это светлый, средний и самый темный цвет маркера копик. И как вы видите, достаточно тоже 3 оттенка для того, чтобы получилась аппетитная ягодка. И наконец четвертый бренд, который мы сегодня протестируем на этой бумаге, это маркеры тач. Вот четвертая ягодка у нас и будет немного отличаться от цвета. Нам главная была задача, это протестировать 4 бренда маркеров, чтобы понять, как каждый цвет ложится на бумаге, как себя ведет, как смешивается. Поэтому мы задачу выполняем на все 100%. Цвета отлично смешались между собой, также поработав блендером, можно выявить интересные пятнышки, где-то высветлить, где-то какие-то интересные вещи, впечатлить и будет смотреться идеально. Поэтому делаем вывод, на этой бумаге рисовать можно. Второй образец, который мы взяли для тестирования, это Фабриано Бристоль на арт маркере. Плотность такой бумаги 250 грамм. Довольно таки плотная бумага, белая, гладкая. И чтобы понять, насколько она плотная, проверим во время тестирования. Уже на этапе первых заливок можно обратить внимание, что цвет проходит на обратную сторону, поэтому бумага не является двусторонней. Сделаем подложку, чтобы не просочились чернила на следующий лист. Как и в первом варианте тестинга, мы делаем те же самые движения, оставляя с левой стороны свет, с правой стороны тень. Рисуя третью ягодку, могу сделать предварительный вывод, что мне понравилось работать на этой бумаге. Оттенки между собой хорошо дружат, хорошо смешиваются и отлично ведет себя на бумаге цвет. Не особо растекается и при этом получается насыщенно и красиво. Итак, наши ягодки нарисованы и можно сделать вывод по данной бумаге. Хоть плотность является и 250 грамм, лист плотный, но бумага односторонняя. Цвет проходит на обратную сторону, но за счет своей плотности не дает испачкать подложку либо следующий лист. Блокнот для графики плотностью 130 грамм. Уже одно слово, что это для графики, не подразумевает собой, что здесь будут нормально себя вести маркеры, особенно если мы работаем в технике многослойного наложения цвета. И раз уж мы тестируем различную бумагу, протестируем и этот образец нашего скетчбука для графики. Уже при первом заливке цвета видно, что цвет проникает полностью, как промокашка заливает нашу бумагу. Поэтому, если вы попытаетесь нарисовать здесь что-либо, не забывайте про кальку или подложку. При наложении следующего оттенка можно заметить, что нижний слой начинает растекаться еще больше, создавая по контуру такую вот мохнатую юпочку. Если вы хотите рисовать многослойно, то такая бумага для графики не рекомендована для использования маркерами. При наложении следующего оттенка предыдущий просто-напросто будет выходить за пределы своего контура. Следующая бумага, которую мы взяли для тестирования, это бумага для акварели плотностью 200 грамм. Я решила взять и акварельную бумагу, чтобы показать на примере ее, как рисуют маркеры на такой бумаге. В начале моего творческого пути рисования маркерами я начинала именно с такой бумаги. Цвета ложатся, смешиваются, так как она предназначена для акварели. И на этой бумаге акварель ведет себя очень хорошо. Но для маркера такая бумага будет односторонняя. Бумага будет впитывать в себя чернила. Расход будет намного больше, чем на другой бумаге. Поэтому будьте готовы, что если вы начнете рисовать на такой бумаге, расход увеличится и придется покупать чаще заправочные материалы. На акварельной бумаге очень тяжело сделать плавные переходы, так как полностью цвет впитывается и мы рисуем каждый раз, как по сухому. Следующая бумага, которую мы затестируем, это маркер-пад от скетч-маркер. Такая бумага идет с пропиткой. Тонкая, но посмотрим, как она себя ведет во время рисования. Раньше, когда я тестировала бумагу подобной плотности других производителей, я разочаровывалась и поэтому обходила всегда стороной плотность 75 грамм. Но производитель скетч-маркеров очень порадовал и отлично показал себя. За счет пропитки цвет не уходит никуда. Цвета остаются очень яркие, насыщенные, главное дать просохнуть первому слою. На других форматах, которые пробовала я раньше, 75 грамм, максимум, что я могла сделать, это положить один слой маркера. Далее все шло просто пленкой, здесь же отлично наш испытуемый показал себя. Цвета остаются яркие, насыщенные и отлично ложатся на бумагу. Это еще один вид бумаги, который на сегодня я выделила для себя в рисовании. Еще один скетч-бук, который мы сегодня протестируем для рисования маркерами, это 150 грамм плотность эко скетч-бук. Но забегу наперед и скажу, что рисуя первую ягодку, я поняла, что остальные три я рисовать не буду, потому как рисуя первый слой маркером, я поняла, что рисовать очень сложно, так как цвет проникает полностью в лист и не дает размывать следующие оттенки. В таком скетч-буке листы взаимодействия с маркерами ведут себя просто как промокашки, поэтому здесь лучше рисовать карандашами и ручками, записывая какие-то интересные идеи. Еще одна бумага, которую мы сегодня протестируем, это от скетч-маркера, но на этот раз это не 75, а 160 грамм. Австрийская белоснежная бумага для рисования маркерами. Бумага по цвету отличается от предыдущих наших тестируемых объектов, разве что можно сравнить с предыдущим скетч-буком, который мы сегодня затестировали самым первым для графики и маркеров. Поэтому давайте не откладывать в долгий ящик и начнем тестирование. Опять же, зная, что бумага односторонняя, обязательно подкладываем кальку или подложку под лист, на котором рисуем. Если вы хотите рисовать в технике реализм, то эта бумага самое то. Все четыре бренда маркеров, которые мы сегодня брали для тестирования, отлично справились со своей задачей. Это видно на нашем испытуемом листе, 160 грамм от скетч-маркеров. Односторонняя бумага ведет себя и показывает просто замечательно. Нет никаких дополнительных потеков, которые нам не нужны. Все смешивается идеально и просто остается контрастно, классно и красиво. Такая бумага идеально подойдет для рисования маркерами. Закончилось наше тестирование бумаги, которую мы приобрели на арт-маркер и с уверенностью можно сделать выводы, какая бумага подойдет для рисования маркерами, а какую лучше не брать. Итак, не рекомендую для маркеров это Эко скейтбук, не рекомендую блокнот для графики от Малевич, также акварельная бумага не рекомендована для использования в рисовании маркерами. Бристольфа Бриана возможно, если вы любите плотную бумагу, но не забудьте, что она будет тоже односторонняя. Очень порадовала бумага от скетч-маркер плотностью 75 грамм. Скетчбук для маркеров и графики тоже отлично подойдет начинающим скетчерам. И фаворит на сегодняшний день это скетчбук от скетч-маркер вклад 160 грамм белоснежная бумага. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова